Сегодня у нас очередной обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. На мой взгляд, это совещание было одним из самых выдающихся за последние месяцы. И, как положено, настоящему представлению с интригой и, как выразился Радий Фаритович, с вишенкой на торту в самом конце этого совещания. Потому советую досмотреть наш выпуск сегодня до конца. Из особенностей состава совещания отмечу возврат на экраны господина Ишмухаметова, представителя госсобрания и партии «Единая Россия». Видимо, господина Ишмухаметова все-таки простили после его жутких скандалов, когда он обвинил представителей других партий в бездействии и бесполезности. Его чуть самого не выгнали из состава госсобрания. Ну, в общем, все обошлось. Ишмухаметова вернули. А также отмечу отсутствие в полном составе всех потомков Салавата, которых мы упоминали в прошлой передаче. Этих ребят решили, в общем, пока не показывать, потому что, видимо, очень сильно смеются и в Белом доме, и вокруг него. Но, вот, тем не менее, их пока решили убрать подальше. Вступительное слово Хабирова было достаточно кратким. Он поздравил с днем рождения Лилию Закуановну министра финансов, пожелал ей процветания и успехов на поприще, как говорится. А также анонсировал вступление на должность нового главы Чешминского района. Предыдущего главу, который просидел 16 лет на своем посту, Хабирову наконец-то удалось убрать и вместо него водрузить, к сожалению, снова представителя МЧС. Почему к сожалению? Потому что я уверен абсолютно, что люди этой профессии абсолютно не способны к администрированию сложных территорий. И судьба города Салавата тому очень характерный, яркий и печальный пример. Первым докладом, естественно, был доклад Максима Васильевича Забелина, который нам рассказывал о том, как разворачивается, а вернее уже, наверное, сворачивается пандемия COVID-19 в Республике Башкортостан. Забелин поведал нам, что на момент его доклада в Республике было заболевших 4547 человек. Прирост за сутки составил всего 67 человек. И если верить Забелину, а теперь все его выступления нужно предварять именно вот этой ремаркой, если верить Забелину, то в последние дни количество вновь заболевших неуклонно падает. 1874 человека по версии Забелина выздоровели уже от этой страшной болезни. На лечении в стационарах находится всего лишь 1030 человек. Из них только 41 тяжело больны. В новом инфекционном центре, по сведениям господина Забелина, на данный момент находится 35 человек, и четверо из него уже выписались. Вот здесь, конечно, сразу же возникнет вопрос. При достаточно серьезной емкости этого нового объекта, самого современного в Республике и одного из самых современных в Российской Федерации, почему только 10% коек там заняты, и неужели нельзя начинать переводить больных из других больниц, освобождая их и давая возможность людям лечиться от других болезней. Это, конечно, один из первых вопросов, который возник к Максиму Васильевичу по ходу его доклада. Продолжая перечислять цифровые показатели пандемии, господин Забелин сообщил, что только 44% коек, отведенных под COVID-19, заняты сейчас в Республике Башкортостан. На данный момент он обследовал 309 тысяч человек, и количество обследованных составляет 110 человек на 100 тысяч населения. А также, внезапно совершенно и впервые, господин Забелин огласил цифры коллективного иммунитета. По мнению Максима Васильевича, 18% жителей Республики Башкортостан обладают уже приобретенным иммунитетом к COVID-19. Это очень важная цифра, несмотря на то, что она не очень значительна, но она говорит о том, что практически каждый пятый в Республике Башкортостан обладает иммунитетом к этому заболеванию на данный момент. Учитывая то, что обследовать существенное количество людей господину Забелину не получилось, можно вполне себе обоснованно и научно предположить о том, что на самом деле количество людей, имеющих иммунитет к COVID-19, существенно больше 18%. И это всего лишь математическое предположение. Завершая свой доклад, господин Забелин сообщил о том, что он отправляет группу из 18 медиков, лучших и самых отличившихся в процессе борьбы с пандемией, на помощь медикам Карачаева-Черкесии, о чем его попросили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Видимо, в Карачаево-Черкесии дела идут совсем плохо, как практически, наверное, во всех кавказских и прикавказских территориях Российской Федерации, где традиционно отчитываться правдиво перед федеральным центром было не принято. И в ходе пандемии, я так понимаю, достигнуты какие-то катастрофические последствия вот этого вот искажения статистики и реальной ситуации. Ну, так или иначе, 18 медиков из Башкирии отправляются в Карачаево-Черкесию. Хорошо ли это или плохо, я точно не могу сказать. По идее, конечно, помогать соседям и братьям по разуму, наверное, тоже нужно. Но, однако, только в том случае, когда на собственной территории уже полностью наведен порядок с этой проблемой. Предварив список изменений в указе строгим предупреждением о том, что обольщаться не нужно и не надо считать, что все хорошо, Хабиров перечислил нововведение. Во-первых, в строках он сообщил, что будут открыты все оборудованные пляжи. Одновременно он посетовал, что для огромной миллионной Уфы у нас в наличии всего 9 пляжей, и этого недостаточно. Теперь можно будет не носить перчатки в общественных местах, и это большое счастье, потому что было совершенно невыносимо в такую жару и в такую погоду ходить в резиновых перчатках по магазинам. Однако маски носить будет обязательно. Санаторий и дома отдыха откроются с 29 июня. Тогда же, 29 июня, откроются спортивные объекты для тренировок, всевозможных занятий. Детские лагеря Хабиров решил открыть с 1 по 3 июля, в зависимости от того, находятся они за городом или расположены в городских школах. Фитнес-клубы будут открыты с 22 июня. При этом сохранятся все ограничения для категории граждан 65+. То есть возрастного ценза здесь уже никто не отменял, и, видимо, эта категория граждан особенно беспокоит Хабирова и правительство. Завершил перечислять свои нововведения Хабиров и вовсе интересным, таким странным и впервые, наверное, прозвучавшим сообщением. Он подытожил всю эту ситуацию так, дословно. «Лед находится в хрупком равновесии». Тут я, конечно, про себя отмечу, ну, в общем-то, уже, наверное, сформировавшееся представление о том, что Хабиров не очень ловко умеет формулировать фразы на русском языке, однако очень восприимчив к тому, что говорят ему докладчики. И вот когда Забелин четыре раза повторил что-то там про хрупкое равновесие, которого ему удалось достичь в той или иной сфере, вот здесь вот Хабиров это дело уловил и сымпровизировал. В общем, соединил лед и хрупкое равновесие и охарактеризовал тем самым ситуацию с COVID-19 в Республике Башкортостан. После доклада Забелина и выступления Хабирова по поводу COVID-19 у меня осталось два таких серьезных глобальных вопроса, и я, пожалуй, что их озвучу. Первое. Почему Забелин вообще ничего не сказал про смертность от COVID-19? Вот эта цифра 18, которая замерла уже почти полтора месяца на одном месте, в которую не то чтобы никто не верит, а все уже поняли, что она абсолютно недостоверна, какой смысл вокруг нее плясать? Уже мы лично знаем о том, что там-то, там-то кто-то умер. Лично я знаю, что за последние 2-3 недели умерло 4 человека, с которыми либо я был знаком лично, либо знаком с их родственниками. И умерли они от COVID-19. Почему продолжают хоронить погибших в закрытых гробах при всех мерах инфекционной безопасности, безопасности при этом у Забелина остались 18 человек? Какой смысл так позориться республике, чтобы потом отчитываться, отдуваться, оправдываться и так далее, я не понимаю. Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Если Максим Васильевич отчитывается о том, что 52% заготовленного лимита коек под COVID-19 у него пустует на данный момент, то, простите, почему пациенты 18-й, 5-й больниц, где развернуты COVID-госпитали, вынуждены сутками лежать в коридорах? Почему забиты под завязку шестиместные и более местные палаты? Об этом уже тоже есть документальное свидетельство и так далее. Почему пустует новый COVID-госпиталь, построенный с такой помпой, и за столь рекордные сроки? Вот это вопросы, пожалуй, что без ответа. Второй доклад на оперативке делала Ленара Иванова. Был он посвящен поквартирным обходам и ситуации на рынке труда. По части поквартирных обходов Ленара Хакимовна ограничилась сообщением о том, что в Республике Башкортостан на данный момент 402 164 человека в возрасте 65 плюс с хроническими заболеваниями. То есть каждый десятый житель Республики Башкортостан, либо старше 65 лет, либо наделен и подобной возрастной категорией, и хроническими заболеваниями. Также Ленара Хакимовна сообщила нам, что 348 тысяч человек из числа этой категории она уже обошла. Вот тут позвольте усомниться, ну хотя бы на личном опыте, потому что я знаком с достаточно большим количеством людей категории 65 плюс, и никому из них ни разу никто не приходил и не звонил. Вообще вопрос контроля за деятельностью Ленара Хакимовны, это уже теперь насущный вопрос. Дело в том, что это не просто благотворительность, а весьма себе дорогостоящее занятие, и совершается это занятие за бюджетный счет. Ленара Хакимовна сжигает в топке своего ведомства огромные деньги ежедневно. Хотелось бы понять, насколько контролируется эта деятельность, и насколько она объективно оценивается той же самой Ленарой Ивановой. Далее Иванова перешла к описанию ситуации на рынке труда в Республике Башкортостан, и ситуацию эту иначе как жуткой, наверное, назвать нельзя. В частности, Иванова сообщила, что на момент доклада уже 76 с лишним тысяч человек зарегистрированы как безработные в центрах занятости. Только за одну неделю прирост количества безработных составил 5000 человек, и еще 3000 заявлений лежат на рассмотрении в центрах занятости. Очереди не уменьшаются. И 1% безработных в январе 2020 года превратился, по словам Ленара Хакимовна, в 4%. Мы еще обсудим вот эти 4% и посчитаем на самом деле, как это все есть. Очень характерным было то, как Иванова в очередной раз охарактеризовала ситуацию вокруг рынка труда. Дословно звучало это следующим образом. Я хочу подчеркнуть, что это неплохо и нехорошо. Ну, собственно, да, конечно, Ленара Хакимовна, если учитывать, что вам глубоко пофигу, то это, конечно, неплохо и нехорошо. Но, однако, Ленара Хакимовна объясняет вот этот наплыв безработных в центры занятости вовсе не тем, что в стране случился кризис, что закрываются предприятия, что работы нет, а тем, что, оказывается, Путин очень эффективно начал выплачивать пособия по безработице, и народ ломанулся на биржу труда. Люди обращаются в службу занятости, поскольку сейчас это больше имеет смысла, поскольку уровень пособий довольно высокий, и поддержка государства стала гораздо более существенной. Более абсурдно и цинично охарактеризовать, наверное, ситуацию было сложно, но, тем не менее, Ленара Хакимовна очень даже научилась. Завершая свой доклад, она сообщила, что в целом все держим под контролем, и обвала на рынке труда не допущено. Вот теперь, пожалуй, перейдем к настоящим цифрам. 23 тысячи человек находятся на простое, не зарегистрированы как безработные, но находятся на простое и получают ничтожную часть своей заработной платы. 16 тысяч человек находятся на неполном рабочем дне и тоже получают малую часть своей зарплаты. 81 тысяча человек находятся на удаленке, и если эти все цифры сложить с 76 тысячами безработных, мы получим цифру практически 200 тысяч человек, которые на данный момент в республике Башкортостан практически или полностью, или почти полностью потеряли работу. А это 10% от трудоспособного населения. Вот это Ленара Хакимовна называет, значит, недопущено обвало на рынке. 10%. Вообще-то в цивилизованном мире это называется катастрофа. Когда любое из явлений в обществе касается процента выше 5, это считается катастрофой. Я говорю о безработице, я говорю о заболеваемости, я говорю о всевозможных массовых явлениях. Так вот, безработица на данный момент в Башкортостане массовое и катастрофическое явление. Более 10% населения Башкортостана, трудоспособного населения, задействовано в этом процессе. И это еще только начало. Резюмируя доклад Ивановой, Хабиров в очередной раз повелся и попал под влияние докладчика-предшественника. Хабиров сказал, что ему понятна природа массовой регистрации граждан Республики в центрах занятости, и природа эта лежит в действиях президента России, Путина. По версии Хабирова, именно оперативные и грандиозные меры, которые предпринял Путин по защите безработных, спровоцировали жителей Республики бежать на биржу и регистрироваться. Чтобы, как говорил Сахабиров, получить деньги, на которые можно как-то жить. Она понятна природа по регистрации, потому что решение президента, которое дает возможность получить деньги, на которые как-то можно жить, это тяжелый короткий промежуток времени для всех. Я надеюсь, вот именно поэтому. Тут, как говорится, отлегло. Мы-то думали, что люди на бирже труда в количестве 10% от трудоспособного населения это какой-то признак катастрофы и вспышки безработицы. Оказывается, это всего лишь жадность населения, которая, почуяв деньги Путина, кинулась в центре занятости. Ну, вот, конечно, абсурдно. Даже как-то не хочется смеяться над подобными выводами. Я бы все-таки советовал Хабирову немножко следить за тем, что он воспринимает из докладов своих подчиненных. И на самом деле не все, что они говорят, это не то чтобы даже истина. А это не все даже хоть сколько-нибудь разумно. Постепенно, входя до пандемийный формат, на оперативке был объявлен доклад о ситуации в ЖКХ на транспорте и в чрезвычайных ситуациях. Первым докладчиком традиционно был Борис Владимирович Беляев, который традиционно, впрочем, сообщил, что отключение и аварии с перебоем поставки коммунальных услуг в республике Башкортостан не допущено. Но прямо в этот момент на одной из центральных улиц города Уфы забил гигантский фонтан, который пробил проезжую часть и устремился в небо. В общем, видимо, сама по себе система жилищно-коммунального хозяйства решила опровергнуть абсолютно лживые еженедельные доклады господина Беляева. И мы повесеместно теперь будем видеть вот эти все коммунальные аварии. Понимая, что и дальше господин Беляев будет утверждать безупречность собственного ведомства, я обращаюсь к нашим зрителям. Давайте возьмем под контроль эту ситуацию и присылайте нам, пожалуйста, видео, фото и описание тех нештатных ситуаций, которые происходят за неделю. Вот на прошлой неделе у нас было Кумертау, на этой неделе Уфа, еще неделей ранее была, опять же, улица Ленина с огромным провалом отключения, массовым отключением жителей от водоснабжения. В общем, пожалуй, что нужно систематически и регулярно начинать опровергать вот это вранье господина Беляева. Также Борис Владимирович сообщил нам, что жители республики практически перестали недовольничать вывозом твердокоммунальных отходов, что, по мнению Беляева, подтверждает эффективность его работы. Но я так полагаю, что они вообще устали куда-то что-то писать, потому что инцидент надежно блокируется госпожой Прочаковской, а писать там на деревне дедушки Константину Макарычу, видимо, людям просто лень. Из примечательного в докладе господина Беляева было то, что он перечислил места в республике, в которых в течение ближайших двух лет будут обустроены очистные сооружения. Это город Ишимбай, Белорецк, Обзелиловский район и Хайблинский район. Однако господин Беляев элегантно умолчал о том, что самая большая проблема с очистными сооружениями в республике, я имею в виду город Стерль-Тамак, так и не решена. Более того, эта проблема провалена в текущем году. Я говорю о том странном и позорном конкурсе, который был отменен Федеральной антимонопольной службой, конкурс, на который вышел один из депутатов того же городского совета города Стерль-Тамака, и в процессе конкурса выяснилось, что он представил фальшивые документы. Пожалуй, что пора уже запрещать депутатам городских советов участвовать в хозяйственной жизни самого города. Тут и господин Носков, и вот этот вот товарищ Стерль-Тамака, пожалуй, что являются очень яркими иллюстрациями подобной необходимости. Выслушав Беляева, Хабиров задал вопрос. На ремонты подъездов вышли? Так точно, Радий Фаридович, вышли? Не забудьте, сказал Хабиров, что уже сейчас нужно думать о следующем годе, о программах «Комфортная среда», «Башкирские дворики» и «Подъезды». Вот после этого поручения я уже конкретно завопил. Черт возьми, из года в год Беляев просаживает миллиарды бюджетных денег на эти какие-то фейковые детские площадки за 6 миллионов, которые рассыпаются за пару месяцев, на эти странные подъезды, отремонтированные при помощи похищенной с военных складов краски непонятно кем и непонятно за какие деньги, но каждый год Радий Фаридович заповедует Борису Владимировичу образумиться на следующий год и уж вот на следующий год сделать все как надо, а не как в прошлом году. У меня вопрос. Ну, неужели так много задолжал Хабиров вот тестью Беляева, и неужели мы все еще не рассчитались за вот эти долги? Четвертым докладчиком оперативного совещания был снова Забелин Максим Васильевич, и он доложил о ходе реализации национального проекта здравоохранения в республике Башкортостан. В самом начале своего доклада Максим Васильевич честно признался, что он практически провалил этот нацпроект, и по основным показателям есть предположение недостижения поставленных задач. Речь идет о младенческой смертности, о смертности от инфарктов, о показателе раннего выявления злокачественного новообразования и показателе профилактических осмотров населения. По сути, это основные цели и задачи самого нацпроекта, основные реперные точки, основные показатели, на которые нужно выходить регионы, и вот с ними, судя по всему, Максим Васильевич рискует не справиться. Конечно же, Забелин обвинил во всем коронавирус. Эта палочка-выручалочка, видимо, долго еще будет объяснением любых проблем и в экономике, и в здравоохранении, и даже, наверное, в образовании. Однако после снятия всех ограничений Максим Васильевич обязуется с утроенной силой наброситься на здравоохранение республики с целью достижения все-таки вот этих показателей. Однако, вероятнее всего, мы увидим очередную фальсификацию, потому что ничто иное, как фальсифицировать статистику, у Максима Васильевича толком не получается. И мы начнем, наверное, наблюдать вот эти вот новые цифры по смертности младенцев, по инфарктам и так далее, и так далее. Интересно, от чего уже в конечном итоге, по версии Забелина, люди будут умирать в республике, если уж не от COVID-19, ни в младенческом возрасте, ни от инфарктов и ни от онкологии. Я не знаю, какую напасть Забелин придумает основной причиной смертности, но, конечно же, не допустит провала статистики. При этом всем в ряде районов Республики Башкортостан, даже официально на сегодня, младенческая смертность, например, составляет 10-12 смертей на тысячу рождений. Не до конца, конечно, понятно, что бы это значило, хорошо это или плохо, для людей непосвященных. Сообщу, что в среднем по Российской Федерации этот показатель от 2 до 6 смертей на тысячу рождений, а у нас 10-12. Например, в благословенной и обожаемой многими в Башкортостане Австрии этот показатель 3 в целом по Австрии. В Эстонии 2,5. И Башкирия находится на уровне Албании, Ирана, чуть лучше Монголии и Республики Самуа, и примерно так же с младенческой смертностью в Башкирии, как на Сейшельских островах. Еще раз повторю, на мой взгляд, это провал. И дожидаться, наверное, дальнейшего ухудшения ситуации здравоохранения в Республике Башкортостан не только нецелесообразно, но и опасно. Я не понимаю, почему господин Забелин до сих пор занимает свой пост. Кроме катастрофических медицинских показателей, у Забелина все плохо и с финансами. Общий уровень контрактации национального проекта в Республике Башкортостан чуть выше 50%. И в этом Забелин винит уже не коронавирус, а резкий рост курса доллара. Но, естественно, при желании можно найти объяснение любой проблеме, любому неисполнению программы. Вовсе не состоялось 7 крупных закупок на тяжелую технику. Это компьютерные томографы и магниторезонансные томографы. Не состоялось 2 закупки тяжелого оборудования для онкоцентра, который все еще не готов. И, по словам Забелина, готов на 90% и начнет работать, может быть, с 1 августа. Напомню, что Забелин обещал вообще-то запустить онкоцентр 8 марта. И даже пандемия не отменяла строительных работ. Мы помним, что строители продолжали работать и строительные площадки не останавливались. Потому объяснить, почему онкоцентр не был готов к 8 марта, не удастся коронавирусной инфекции. Также не получится объяснить это и ростом курса доллара. Хабиров резюмировал доклад Забелина несколько растерянно. Он напомнил, что никаких секвестров финансирования в медицинской сфере в Республике Башкорстан не было. Никаких денег из бюджета Минздрава не было подрезано. Денег дали очень много. И это должно радикально менять ситуацию. Хабиров, конечно, не был готов к тому, что Забелин вот так вот открыто признается в провале национального проекта на территории Республики. Но что было, то было. Далее последовал краткий доклад господина Фазрахманова, министра сельского хозяйства о комплексном развитии сельских территорий до 2025 года. Откровенно говоря, это, конечно, был доклад из категории новости будущего. Господин Фазрахманов рассказал о том, как успешно Республика Башкортостан поучаствовало в получении федеральных денег, что мы там на каком-то на втором или третьем месте по объему этих полученных денег, что целых 5,5 миллиардов рублей без учета расходов на дороге выделено на эту программу. Справедливости ради надо отметить, что цифры, которые были выделены на эту программу, я имею в виду суммы денег, которые были выделены, по Башкортостану очень похожи на те суммы, которые выделены, например, на Дагестан. А Дагестан втрое меньше Республики Башкортостан по площади, соответственно, и по сельскохозяйственным угодиям. Ну и на 30% меньше Республики Башкортостан по населению. Однако получил те же деньги. Так что Фазрахманов тут, на самом деле, слишком сильно раздувал щеки. Но в целом он поверил, что теперь он сделает с этими 5 с лишним миллиардами рублей. Тысяча семей на селе получат субсидии на жилье. Будет построено 127 километров газопроводов, 24 объекта водоснабжения будут реконструированы либо созданы заново в сельской местности. Ну и в целом весь этот бюджет будет размазан на 3 года и, в общем-то, не является огромным. Если посчитать внимательно, то получается менее 2 миллиардов в год. И то есть это в целом, если и в среднем брать по районам, менее 31 миллиона рублей на каждый район в год. В общем-то, не такие большие деньги. И стоило ли об этом рассказывать с такой помпой, я не знаю. Ну и теперь обещанная Хабировым вишенка на торту. Ну, вишенка на торту, как мы без этого не можем разойтись, о результатах проведения работ по ямочному ремонту. Я говорю о завершающем докладе оперативного совещания, докладе Морзаева Алана Викторовича о результатах ямочного ремонта в Республике Башкортостан. Как и многие жители Республики, я с замиранием сердца ждал 15 июня, того дня, когда по плану должен был быть завершен полностью на 100% ямочный ремонт в Республике Башкортостан. Дороги – это, конечно, больное место нашего региона, и глядя на то, что нас окружает, мы все время думаем о том, когда же их отремонтируют. Вот в этом году дата окончания ямочного ремонта – 15 июня. Господин Морзаев в своем докладе освежил информацию о том, как драматично развивались события. С 15 февраля начат ремонт ям в Республике Башкортостан. Ну, понятное дело, что в холодное время года этот ремонт носит только экстренный характер, и только с 15 апреля начали применять горячие асфальтобетонные смеси. К 15 апреля было оцифровано 100% ям из числа тех, которые были на 15 апреля. Вот на этом тезисе господин Морзаев остановился особо и пояснил для тупоголовых типа меня, которые все время переспрашивали и уточняли. Так вот, господин Морзаев объяснил, что 15 апреля были оцифрованы все ямы, которые были на 15 апреля. Не больше и не меньше. В 15 апреля оцифровано было 100%, я акцентирую еще раз, в 15 апреле 100% ям, которые имелись на тот момент, чтобы нас правильно поняли люди, которые нас слушали. К 15 мая господину Морзаеву героически удалось отремонтировать 45% выявленных ям, но уже к 15 июня господин Морзаев собрался с силами и выполнил 100% плана ямочного ремонта в Республике Башкортостан. Финальное заявление в докладе господина Морзаева звучало абсолютно категорично. План по ликвидации аварийной ямочности в Республике исполнен. Точка. Давайте разбираться, пробовать на вкус этот торт, на котором находится та самая пресловутая вишенка. Будем понимать, что же произошло с ямами на дорогах в Республике Башкортостан и как нам все это оценивать. Лично я, выслушав доклад господина Морзаева, довольно долго аплодировал стоя. И не потому, что я окончательно и бесповоротно поверил в успех дорожно-ремонтной сферы Республики Башкортостан, а потому что господин Морзаев, на мой взгляд, сделал невозможное. Я имею в виду абсолютно теоретическую, риторическую часть, которую мы наблюдали в докладе господина Морзаева. Речь идет о том, что, на мой взгляд, сформулировать удачно и успешно то, что было сделано в области дорожного строительства, было невозможно. И господин Морзаев был обречен на однозначные, мгновенные и многочисленные упреки в неправдоподобности того, что он говорит. Однако Аллану Викторовичу удалось сформулировать так, что, в общем-то, и упрекнуть его не в чем. В чем, собственно, заключена уловка? Ну, во-первых, вот эта пресловутая дата 15 апреля. По словам Морзаева, оцифрованы были все ямы, но именно на 15 апреля. Иллюстрируя этот метод, Морзаев привел такой, ну, эмпирический пример. Вот, например, говорит, 15 апреля было 10 ям на улице Ленина, а потом к 15 мая, например, стало 20. Мы их все равно будем ремонтировать, заявил Морзаев. Ну, окей, слава богу. Но это говорит о том, что на данный момент количество ям, фактически подвергавшихся ремонту, и отремонтированных или не отремонтированных, посчитать невозможно. Сколько ям появилось теоретически и практически с 15 апреля по 15 июня, но абсолютно науке неизвестно, и система их тоже не учитывала. Были учтены только те, которые появились на 15 июля. Да, вот эта новая система, СКПДИ, которая действительно несколько более совершенна, чем то, чем пользовался Мухаммедьянов, она не позволяет подрядчикам мухлевать, и фотографический контроль идет на трех этапах до, во время и после ремонта ямы. Ну, окей. Но, однако, камнем преткновения является вот это вот 15 июля. Тут Морзаев избежал, конечно, однозначно подозрений в том, что сделано не все, потому что он заявил, что сделано все, что я собирался делать. Вот это и есть та самая уловка, в отношении которой я аплодировал стоя. Безусловно, мы наблюдаем появление очень талантливого чиновника в составе правительства республики. Пожалуй, что господин Морзаев ловче всех умеет формулировать результаты своей деятельности, и все эти бестолковые Беляева и Ивановы, конечно, на фоне господина Морзаева выглядят весьма бледно. Мы не можем не учитывать и того, что Алан Викторович приступил к своим обязательствам, своим обязанностям в правительстве, в этом самом сложном ведомстве, которое ему досталось, всего лишь 1 апреля. Соответственно, конечно же, он не мог в полной мере охватить все процессы, которые идут в этой сложной, запутанной и очень бюджетной сфере. Он, конечно, не успевал наладить нормальных отношений со всеми главами районов. И, к слову сказать, со многими из них он испортил отношения, добиваясь от них хоть каких-нибудь результатов. В общем, как бы ни странно это ни звучало, я бы не стал сейчас выносить приговоры Морзаеву. Я, конечно, наверное, с неким осторожным оптимизмом смотрю на его способности излагать мысли и формулировать результаты своей деятельности. И еще один момент, который хотелось бы обсудить, это тоже некий цифровой показатель, который вызывает вопросы. И, наверное, стоило бы порассуждать на эту тему, наверное, стоило бы получить какие-то объяснения от Госкомитета. Я говорю о количественных показателях ям в 2019 и 2020 годах. Ровно год назад, 17 июня 2019 года, на оперативном совещании господин Мухаммедьянов доложил Хабирову о том, что им успешно отремонтировано 595 тысяч ям. Через год Морзаев сообщает об успешной ликвидации 176 тысяч ям. Ну, расхождение, прямо скажем, кардинальное, в 4 раза. Как это объяснить, на первый взгляд, сложно понимать. Однако, если углубиться дальше в методику господина Мухаммедьянова и методику господина Морзаева, мы видим, ну, хотя бы приблизительное объяснение столь серьезному цифровому расхождению. Речь идет о размерах ям. Тут, конечно, вот сложнейшая и, на мой взгляд, опаснейшая ситуация с совершенно необъяснимой, непонятной методикой, никем не утвержденной, каждый ее изобретает для себя. Мухаммедьянов вот такую придумал, Морзаев такую, но суть остается сутью. У Мухаммедьянова средний размер ямы во дворах был 0,71 квадратного метра, а средний размер ямы на дорогах был 1,7 квадратного метра. У Морзаева же средняя яма превышает площадь 14 квадратных метров. Как это объяснить с точки зрения природы возникновения дефектов на дороге, я не знаю. Кто из них на самом деле дает недостоверную информацию, я тоже пока утверждать не берусь. Но вот это существенное расхождение, оно существует. Также стоило бы упомянуть, что когда Мухаммедьянов сообщил о ликвидации почти полумиллиона ям на дорогах, Хабиров был в ярости ругался и высказывал всевозможные претензии к Мухаммедьянову. А вот на сообщение о ликвидации 176 тысяч ям господином Морзаевым Хабиров среагировал очень взвешенно, очень благодарно и дословно сказал следующее. «Очевидно чувствуется, что огромный объем работ проведен по ямам. Необходим сервис для граждан для сообщения о ямах, и не тот, который был в прошлый раз. Прошлый сервис был неудачным». Конец цитаты. Ну, здесь, очевидно, Хабиров говорит об вот этом вот дорожном эксперте, который произвел много шума в предыдущий год и который действительно не был безупречным продуктом. Морзаев пообещал Хабирову в ближайшее время создать некий сервис для граждан, но, в общем, повеселимся, посмотрим. Резюмируя со своей стороны всю эту историю с ямами, я бы хотел, наверное, оставить на суд зрителей, на суд граждан Республики Башкортостан решение о том, насколько успешно или безуспешно господин Морзаев справился со своими задачами. На самом деле, только то, что скажут люди о состоянии дорог, и будет что-либо значить, а вовсе не вот эти красивые или не очень красивые доклады. Вот эти все изощренные формулировки и умение уходить от объективных оценок ситуации, они, конечно, важны для чиновника, но они абсолютно никакого значения не имеют для нас, как для жителей Республики. Потому я прошу наших зрителей, наших подписчиков фотографировать, снимать на видео и присылать нам состояние дорожного полотна в городах и населенных пунктах Республики Башкортостан. Единственная просьба, пожалуйста, указывайте дату съемки и географическую привязку, хотя бы название улицы. То есть, иначе мы погрязнем в том, что будем вычислять, что это за улица, что это за дом. Хотелось бы получить много этих фотографий и видео, чтобы мы могли иллюстрировать успех или не успех господина Морзаева с фактической точки зрения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова